так мы находимся на территории старого заброшенного депо находится это в районе ботайс западный в народе именуемый койсук здесь когда построилась станция не так и не вошла в эксплуатацию какое-то время она существовала еще 10 лет назад здесь было вполне нормально старая трансформаторная подстанция все забитое у нас мусором сюда вывозят нелегальные такие мусоровозы бытовые отходы переработки масла в общем короче все загажено вокруг еще пять лет назад здесь ничего этого не было комплекс состоит из нескольких зданий одноэтажных двухэтажных можно встретить разных маргинальных элементов проблема вся в том что здесь практически неохраняемая территория находящаяся немножко поудали от города закладчики наркоманы везде надписи что где можно взять ну видно что управление жкх время от времени выгребает этот весь мусор все равно не убывает даже перекрытые щебнем дороге мы спокойно проехали никого это не останавливать более грузовики поехали мы идем от одного здания первого которого начали свой репортаж подходим ко второму и вот буквально доходя 50 метров обнаружили вот такие открытые луки прямо посреди народу там очень большое внизу помещение глубина примерно два с половиной три метра во благо что люди как-то хоть привалили ветками а если гулять ночью нужно в принципе провалиться ну да три булка это у нас получается по шестьдесят конечно вот стрим канала где-то в районе трех метров Второе здание, высота примерно 6,5-7 метров, но судя по крепежу, скорее всего стояли какие-то станки, потому что изозреление есть, чтобы она прикручена, чтобы не смогли соединить, здесь она все размокла. Так, во втором здании обнаружился подгон, с этой стороны он завалил шпалы, скорее всего, куда-то не распускается. Глубина примерно 3-4 метров, можно ширина 5 блоков, раз, два, три, четыре, пять блоков, плюс цоколь. Полностью завален мусором, болотами с газом, нормально, не снимаем, собирается. Субтитры сделал 6-creas Большую площадь. Каждая комната, соответственно, расписана в методике. Постоянно здесь был арт. Ну и плюс еще реклама на методике. Пойдем дальше. Там есть сзади вот этого места по ленту. Ну вот так, кусочек лишь разрушается. Вот у меня есть фотографии. Четыре лет назад здесь снимали. Нужно повторить. Я короче здесь стоял, у меня был шапки. Сейчас здание находиться уже как бы небезопасно, потому что здание промерзло, разваливаются стены, даже те, которые были бетонные. Бетон везде сырится. Нету перилов совершенно. Лучше находиться крайне опасно. В данный момент проваливается стяжка. Можно даже между этажами. Ну и соответственно появились новые дыры. Раньше не было. Как бы тонкая сама лестничная площадка. Ну не знаю, сколько она выдержит еще. Так здание, конечно, в плачевном состоянии. Какой-то цех был. Не знаю, что здесь производилось. Еще два года назад здесь была плита наверху, но полностью закрытая. И вот здесь стояла стена. Сейчас стена ушла. Вот эти вот, 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 вот. Это помещения тоже были со стенами, когда были кухни, тоже обрушились. Кто-то сюда входит, а я уже находит. Все, остановись. Короче, подвальчик обнаружили какой-то. Хотим посмотреть. Стоять. Что по-то летом уже здесь. Крик, спускайся. Вот что? Ой, это вариант спокойный, а другой. Это само было ремонтное депо, здесь еще несколько лет назад были бетонированы рельсы, это яма, сюда завозились тепловозы для ремонта и задачи, и вот здесь рельсы были, шпалы сюда подходили, уже ничего не осталось, шпалы были деревянные, здесь просто они были приварены, вот от них даже остались следы, как их обрезали, и тут были ремонтные средства, и гараж депо тоже, не знаю просто написано в википедии и конгресс, что это старое депо, как-то называлось западное Кусино, и что-то это не нужно, и вот описание нескольких зданий, но что в них находилось внутри, мы не знаем, еще несколько лет назад здесь был второй этаж, у нас была лестница, сейчас посмотрим, осталась она или нет, выход, ну вот люди видно, что лазят, подставляют всякие доски, идут двери от шифониров, лезут, ну это все скорее всего маловенькие, поэтому заняться нечем в нашем городе, вот тут нашли старый пожарный водоем, заполнен даже водой, чуть-чуть, ну они только накидали на желез, а вот одно помещение послужило, у меня было, вообще я не понял, это не насосная была, потому что вот лестница вот пилинная была, она упала, она не видит, и все в таком состоянии непонятном, ну да, похоже на пожарный короче нашли еще какой-то туннель, низкий, очень длинный, в нем поймали гадюку, гадюка от нас сбежала, но она такая прямо метровая и шипела хорошо, прямо подружка наша была сегодня